друзья приветствую вас всем ассаламу алейкум вы на канале асхаб тамаев сегодня не будет гонок сегодня не будет споров чья машина быстрее сегодня чуть другой формат ролика расскажу небольшую такую предысторию в прошлом году летом я снимал ролик жемшетом это курьер мы с ним обменялись ролями жизни я выступал в роли доставщика он выступал в роликах блогера как он тебе это представляет как я помню как вы наверное тоже помните некоторые наши зрители что жемшет очень сильно хотел стать блогером понятное дело работы не очень сложно даже в жаркую холодную погоду ему просто приходилось работать чтобы прокормить свою семью у него есть дети эти лично у него есть родители которых должен прокормить и понятное дело не единственно синих семей и вся надежда на нем он меня очень сильно попросил чтобы я ему помог стать блогером помогем у раскрутить страницу в инстаграме чтобы он с этого смог зарабатывать чтобы как-то знаете что мог был продвинуться и помогать своим родителям я ему сказал что проблем никаких нет и дал ему слово прошло больше года я свое обещание перед ним не сдержал скажу вам честно в оправдании себе я сказать ничего не могу говорить что у меня было очень много дел тоже не оправдание вчера он мне написал всячески как бы мы списывались ватсапе он мне писал скидал голосовые предлагал встретиться ну как бы мы с ним не виделись больше одного года честно я не знаю где он сейчас он работает я не знаю что сейчас происходит его в жизни вот вчера ночью мне написал ассалам алейкум ты же как бы обещал мне давай встретимся покушаем посидим я решил сегодня с ним встретиться посмотреть как поменялась его жизнь и посмотреть вообще общаться с ним и заодно познакомлю своих новых зрителей жамшетом наподобие ребят джамшет очень много приезжают основная масса доставщиков приезжают наши братья с казахстана узбекистана с таджикистана киргизии и просто вот реально 7 утра по моему или 8 утра они доработают до 11 часов ночи вот джамшет по крайней мере работал так в прошлом году и зарабатывать грубо говоря за такую работу копейки чтобы каким-то образом наладить свою вину каким-то образом найти найти себе оправдание жамшет по поводу этого не в курсе вообще я хочу сегодня исполнить любое его желание в пределах трех миллионов рублей я специально для жамшета приготовил эту сумму честно он вообще не в курсе и я думаю он будет чуть удивлен в прошлом году за кадром он мне говорил что его мечтают отправить в первую очередь своих родителей хоть кто не знает хоть это священное место мусульман кааба также он для себя хотел купить машину за эти деньги я думаю машину себе сможет купить за эти деньги он сможет отправить своих родителей в хадж поэтому посмотрим на кого него сегодня будет желание поговорим с ним посмотрим как поменялось его жизнь в общем ребят я уже списался с жамшетом он не скинул адрес поэтому поедем уже ребят ехать нам должен что 30 минут как я понял по-прежнему он работает от доставки хотя он год назад мне говорил что хочет уволиться с этой работы продвинуться в плане спорта просил чтобы я ему дала в бейс вам промоушена бывшим промоушен который я продал уже хотел продвинуться в плане блогерской тематики но как я понял у него ничего с этим не получилось а почему не получилось сегодня мы узнаем посещаю такие мысли в голову чтобы просто взять жамшета и полностью ему помочь продвинуться от а до я чтобы ему не приходилось работать на этой доставке просто вынужден чтобы программе свою семью один единственный кормилец как я знаю своей семьи многие могут задаться вопросом особо почему ты сомневаясь в том стоит ли помогать человеку или нет тем более он нуждается в этой поддержке он просит тебя вот таких ситуаций в моей карьере было очень много мы через много что прошли вы сами все знаете рассказывать и говорить про этих людей я даже не хочу но ситуация такая что ты берешь просто человека полностью ведешь его от а до я делаешь популярным его на всю страну на весь мир в конце концов это все возвращается неблагодарностью понимаешь вот такие ситуации честно сказать сбивает мотивацию помогать кому-либо вот реально вам говорю и таких примеров у меня немало отлично у меня таких примеров немало скажу вам так вот этим людям кому ты помогаешь кого ты берешь раскручиваешь благодаря чему и ты зарабатываешь и он зарабатывает а им кажется что ты просто их используешь прикинет им кажется что я их использовал вот реально я этого не понимаю это потом еще знаешь ребята которых ты продвинул становится врагами номер один это самое наверное такое страшное обидно что может произойти поэтому ребят я поэтому говорю вот вы сегодня посмотрите ролик поближе с ним вы тоже познакомитесь я не знаю может он изменился за год может быть сегодня он мне не понравится вот как пройдет наш разговор я может уже решу для себя стоит за это браться или нет также вы каждый напишите свое мнение да посмотрите роль стоит ли жамшет помогать или нет а дальше уже вместе решим сами то есть ты хочешь сказать ты хочешь сказать вот я сейчас к тебе приеду тебе нельзя да со мной видео снимать что я до сих пор курьера он меня просто я не знаю я не знаю когда он приедет или он приедет не приедет я не знаю это не нужно что он уже бардак рассказывает чего ты слушай я вообще не понимаю что ты хочешь сказать зачем у них спрашивать ничего них не нужно спрашивать самокаты что ли то есть смотри тебе говорят что если ты со мной снимешь тебе самоката воля да не а какого а какое они право имеют тебя самокат уволить а как нельзя смотри вот самокат тут самокате такая доставка да в москве вообще по всей россии если хорошо давай так мы самокат уже заявку отправим пусть миллионы людей увидят там с чего они решили что работнику доставщика там самоката нельзя сниматься на камеру почему это смотри жемшет я не знаю чего он это решила тот самый которую прошлый раз был да ничего плохого не было у него просто какая-то неприязнь была ко мне я сейчас приеду жемшет не волнуйся если хоть тебя с работы уволят я тебе даю слово он обратно тебя на работу возьмет поэтому по поводу этого не волнуйся я я я он что говорит тебе он что говорит тебе я что не могу понять я не могу понять где ты работаешь я хочу приехать к тебе и там же снять не на не на у них территория просто там где-то там снять а то что ты форме слушай слушай я подожди я сейчас приеду а если твой этот я не знаю кто он директор или управляющий что-то будут говорить мы его уволим с работы понимаешь они он тебя поэтому не волнуйся все нормально будет брат не волнуйся не волнуйся не волнуйся он ничего не сделает он брат он тебе знаешь что брат он просто знаю что ты боишься потерять эту работу манипулируют тобой говорят чтобы ты тут не сниматься форму снял понимаешь поэтому понятного не волнуйся ничего с тобой не сделать а если даже он будет тебе каким-то образом плане твоей работы угрожать мы постараемся его с работа уволить понимаешь он не имеет права говорит что это форме нести маркета указали тебе такие давать не волнуйся сейчас я приеду давай а куда мне ехать час давай вообще приеду в отличие приеду и мне адрес в общем я связывался с джамшетом просил у него адрес он был на работе итоге он руководителю сказал что асхаб хочет ко мне приехать а так так руководитель его поругал сказал что с работу уволит если он будет сниматься форме самоката самокату я не знаю может быть какие-то работники менеджеры там маркетологи будут меня смотреть вашему сотруднику нельзя сниматься видео что ниже такого понимания я даже прошлом году когда снимал ролик это руководитель не прям не понравился знаю что знаешь жамшет ничего не сможет сделать просто манипулирует просто на них конкретно давят а ты где я ущежитель брат я приехал по локации который ты мне скинул давай 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 ребята тут некоторые уже меня узнали и смотрят я думаю вообще все уже подходит нам прикинь а сам алейкум как дела у тебя душит как дела у тебя а где твоя рабочая форма да ну моя сегодня выходной немножко заболел не вышел на работу поэтому как не вышел ты же мне изначально сказал что ты на складе что те руководитель запретил тебе ты говорил что руководитель запретил или ты боишься руководителя своего конечно я боюсь как бы не руководителями но я вообще-то я никого не боюсь я боюсь потерять работу которые три года уже работаю я боюсь потерять работу просто но они ну может какие-то там место правильно чтобы нельзя это снято как не просто рассказали как бы они не сказали мне что они сделали замечание что нельзя снимать они мне дали замечание прошлый раз чтобы нельзя снято в форме самоката и в территории в территории сказали ну поэтому поэтому ты снял форму сейчас на камеру говори что пусть я сегодня выходной так забрал чтобы не потерять работу я не вижу повода чтобы тебя уволить с работы неужели я тоже я тоже принципе мы ничего плохого про самоката не говорим но даже у нас миллионы люди смотрят даже у нас ни одного плохого комментария нету смотреть не про нас не если вы руководитель тебя уволить с работы вот я даю тебе слово что тебя они обратно возьмут работу если даже не возьмут то мы сделаем так чтобы его улиц работает о а есть даже у него лет эти обещают то что тебя будет очень хорошая работа хорошо понятно даже не волнуйся я не сомневаюсь ты хорошо ты хорошо выглядишь честно говоря только что пришел сюда вот это моя рабочая одежда ну как бы я хотел бы переодеваться но даже не успел ты хорошо выглядишь но это все равно рабочая форма там хотя есть покрасивее это общежитие это общежитие брата и там ты здесь уже и вот это по коридору двухэтажный а тоже общежитие ребята с тобой да ребята если два-три человека тоже я знаю что я заранее знал куда я приезжаю я знал что ты живешь общежитие я на общак вам принес от себя подгон давай как бы все выгрузим пацану тоже попросим сейчас хорошо позвали их да я позову их чтобы помогали там много да позови их чтобы они нам помогли хорошо ассаламу алейкум как у вас дела? вы ламфетом работаете да? надеюсь вы не против что мы вас снимаем давайте будем забирать и погнали кофе я думаю вы любите нет а вот а вы откуда ассалам? с таджикистана да? у меня с таджиками много что общего бери убери убрать телефон нет туда занесите ребят а вы там да и там живете можете забрать его с собой туда ребятам отведите я не знаю мол молоко кто-нибудь пьет из вас это я вам оставлю не 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 перестань аликум ассалам как у вас дела? нормально все хорошо я думаю вообще я люблю очень сильно семечки я подумал семечки покушать и знаете какая тема я хотел взять сникерсы не сникерсы но так как некоторая продукция поддерживает израиль против войны паристина я так побоялся взять вдруг у меня потом захитить я как бы не разбираюсь поэтому взял то что вроде бы как не поддерживает пацаны опа 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 все погнали тогда пойдем пойдем давай погнали я только с радостью а где лучше во психике или же в ну честно говоря это у меня сейчас в общежитии в прошлом в прошлом ролике все знали что я столкнулся по поводу регистрации да помнишь? да да а вот здесь они сделают честно все там по закону как бы в базе есть регистрация у нас и еще бесплатно и и и и и и Тут 6 человек мы тут особенно отдыхаем как бы тут отдыхающю комната а бывает так что вы ссоритесь там конфликты бывают? beth да нет не бывает потому, что в такой маленькой комнате combo 6 человек это наверно очень сложно не сложно никогда человека друг друга понимают это не случайно не сам Devon друг друга понимаем тоже работает самокаде работает самокаде самокаде самокасовсии самокаде одном в校нями звонок где ты поехал ты поехал туда нет нет жаша в прошлый курок не любит в тот же склад это естествые человек там работай том числения посмотри вот все эти ребята ради чего ради чего вы работаете и ты даже боишься потерять эту работу монтажа работает нельзя наваляешь это с детства я у меня я не знаю у меня такое воспитание я люблю зарабатывать деньги чистыми просто вот поэтому не я прошли в ролике тоже сказал что не работаем по 15 и сейчас тоже у меня по 15 работаешь 15 часов сутки 15 без выходных но когда вдруг у меня как это важнее дело до своими либо подокон по поводу документа либо по поводу чего-то его друга куда-то нужно будет ехать к своим друзьям знакомым я могу кому-то замену найти вместе себя и знаете слушая жамшета наверное такая картина у 95 процентов ребят которые приезжают в таких стран работать в россии и как можно выступать против таджиков выступать против узбеков я не хочу называть имена некоторых личностей которые знаете провоцируют так чтобы выгнали со стороны ребят которые приехали сюда просто заработать как-то каким-то образом программить свою семью ты понимаешь про каких людей я говорю я понял уже да я тоже лечу не буду называть именно этих людей не нужно вот реально вот кстати кое-что хочу вам сказать у нас в чем мне это больше нравится здесь вот эти пастели да пастели просто это у нас каждую неделю каждую неделю нам новые дадут нам ничего стерят одежды стеряем там стиралки есть бесплатно все я просто порошок покупает для себя и все хорошие все все там как бы чем я я думаю лучик и лучше чем квартиру в квартиру там стирать хорошо ты так это душе рассказываешь и я вижу что реально ты доволен теми условиями которые у тебя есть конечно доволен вот все чисто это самое главное это самое главное это ваша кухня да это наша кухня а кухня как же сказал на втором этаже тоже есть на там ремонт идет а пока все тут готовит вот тут кухня столик это повода сегодня наш повода как я зовут усман усман да что что сегодня нас на обед посидим тут немножко поговорим конечно конечно честно меньше немножко жалко я сниму кушку посидим поговорим немножко ну что тогда подождем пока наш обед доведут до конца покушаем пообщаемся познакомимся вот так вот ребята у них кухня хорошая обстановка не сказать что как тут неприятно находиться наоборот все чисто ничего не воняет честно жамшет уровень у тебя чуть повысился до раньше квартиры а были безобразного условия тут тут намного лучше тут намного лучше пойдем все там прошло после нашей последней встречи больше года до год может быть два месяца ты очень сильно хотел оставить эту работу хотел продвинуться плане спорта очень нравится бойцовская тематика но по-прежнему ты работаешь доставки ничего не поменялось ничего не поменялось почему так знаешь брат скажу все реально там честно потому что я думаю это лично мое мнение я думаю если я хочу стать блогер да мне нужна какая-то поддержка со стороне какой-то известный блогер я это моя меня меня я не могу сейчас я конечно я могу снять я могу за двухмесячные заплаты купить айфон 15 снять ролик но кто смотрят если будет какая-то поддержка что какие-то со стороны какой-то известный блогер либо со стороны какой-то известный поет то есть ты хочешь сказать что я должен был тебе помочь чтобы ты стал блогером я не говорю что ты должен был помочь я просто ожидал от тебя какая-то поддержка я я я с тебя не это не обижаюсь потому что я понимаю что у тебя куча дел куча работа и сегодня в москве завтра в дубае это конечно и это очень хорошо что не говоришь правду сейчас и этом ролике я хочу чтоб ты все говорил так как есть и как ты считаешь хорошо чтобы максимально раскрыть тебя понять твою мысль и изначально в начале своего ролика я тоже поделил своими подписчиками что я обещал тебе что сделайте популярны раскручу тебя но обещание я свой не сдержал да я не сдержал свое обещание и поэтому я приехал сегодня мы сейчас покушаем на день у меня есть к тебе разговор я приехал свой косяк наладить понимаешь есть такое понимание того что не всегда будет поддержка понимаешь я понимаю когда даже я начинал не было поддержки со стороны кого-либо кроме как родители своих ты думаешь тебя с моим получится продвинуться получится получится да а так почему ты не пробуешь это сложный вопрос но я могу на это вопрос тоже ответит смотри если это тоже мое мнение если я вот допустим начинаю до после нашего ролика первого допустим либо первого второго какие-то блогерской математики мне пришлось в течение два-три месяца мне просто не работа и просто держать эту на всю вопросе я понимаю что бывает что какие-то негативы до плохие комментарии да все будет допустим и снимаем только ты не уверен сто процентов что у тебя все будет хорошие комментарии бывайте негативе на это все надо будет типа потерпеть тебе придется как бы потерпеть долгое время мне я постараюсь каждую свою минуту зарабатывать я поэтому сам по себе сказал что я три-четыре месяца не могу просто потерпеть и еще нужно было денег нужно будет денег какой-то придется смотрю мне такого хорошо твою мысль я до конца конечно не понял но ты уже какое время работаешь на доставке нет уже третий год работы доставки я уже 3 3 3 год 3 года ничего не меняется ты до сих пор работает на своего руководителя который можете оставить условий которые говорите менять я уволю с работы если с ними все у вас хаба я уволю с работы если ты семейство нашей территории не надоело тебе это конечно надоело просто есть еще кое-что человек если привыкнуть какую-то работу он тоже сложно ему будет просадить а ты хочешь заправить в этом работу привык я привык ты привык чтобы я был директор ты привык работать жаркую погоду ты привык зимнюю погоду выезжать и работать по 15 часов в сутки тебе нравится смотри я и может но не может и точно думаю что у меня очень сложно на работа но не так потому что если человек какую-то профессию он выучит да как бы изучает я уже знаю право работу допустим доставка я уже право работать на меня не так сложно сложно мне сложно значит я немножко но немножко я иногда страдаю от рисунки я не могу много спать конечно я прикинула 15 я работаю приду не душ принять что-то покушать да потом спать но зубы чечет туда что мне вот на этом не это нужно часа я приду двенадцать в ночи дома я до час ночи я буду уметь заполнить это душ принимаю вот это покушай потом сплю а еще придется с ним иногда пять часов четыре семь вот видишь получается грубо говоря сутки ты работаешь 15 часов спишь ты на максимум 45 часов и так длится уже три года понимаю и ты говоришь что работа тебя несложно может быть тебе так кажется что ты так привык что она легкая со стороны смотря это прикиньте ребят в зимнюю погоду ты зимой работаешь что кто был в москве зимой кто живет в москве понимает насколько бывает холода и то что работать даже находиться на улице буквально пять минут это невозможно вот реально невозможно у тебя нет проблемы со здоровьем нет алхамдулилла все хорошо нету никакого здоровья плохого но знаешь когда я не знаю это мне когда когда зарплату получаю у меня ничего не полезет как бы если я если я устал да смотри я устал да конкретно уставшись работа да вот смотри в неделю 112 часов если по 16 сколько ты зарабатываешь месяц вместе с более ста тысячи но очень было бы хорошо если все осталось на меня но нам тоже потратить конечно есть нам тоже есть расходы но допустим заплатим за это общежитие да кроме этого нам нужно налог оплачивать налогом НДФЛ патент заплачиваем хорошо что у нас регистрация бесплатная кроме этого все у нас крупные деньги уходят на питание вот мы сейчас тебе готовим да тут угощаем еду мы не постоянно тут готовим но иногда если захочется плов таджики наши национальные блюда если мы захочем мы делаем а так мы закажем прикинь мы сами доставляем еду и сами тоже закажем не надо постоянно закажем но закажем по телефону заедем и сами заберем привезем обратно там на складе я понял 300 обед 300 ужин 200 завтрак не просто 800 рублей в день за еду тратим почти что ничего не остается получается да вот прикинь вот посчитай ну грубо но иногда захочется кола да грубо говоря ребят по словам же потому что это остается там какие-то копейки и работают просто чтобы жить каким-то образом выживать я не могу даже назвать это жить грубо говоря выживать и лично я не хотел бы жить я понимаю что среди наших зрителей наверное огромная часть есть зрители которые живут и хуже и лучше живут и да эти зрители могут меня не понять и так же я могу их не понять у каждого человека разные взгляды на эту жизнь и элементарно говорит что у него работа несложная и что мне так кажется что она сложна вот как вы думаете напишите в комментариях 24 часа в сутки работать 15 часов жить в таких условиях да условия неплохие далеко от своих родителей у тебя семья в таджикистане верно конечно видите но все нелегко тем более когда ты не являешься гражданинами этой страны не знаю напишите в комментариях просто посмотрите на это как называется это блюдо жарко да что можно уже пробовать да конечно приятного да не кажется очень вкусно жаль конечно что нельзя это вам передать через камеру но я думаю что многие из вас рассмотрят наши видео кушают вам всем приятного аппетита и нам тоже очень нравится знаешь у меня самое любимое блюдо это жарко да да очень нравится слушай у меня для чем все это были выделены деньги я с собой забрал смотри тут 30 тысячи 30 тысячи купишь себе одежду на зиму хорошо вот брат ты тоже себе одежду купи вот брат ты тоже себе просто одежду купишь наш повар спасибо большое а жамшетом мы дальше поговорим жамшету вашему больше повезло жамшету в риск больше пришел мне было приятно с вами покушать посидеть пообщаться ребят мы дальше жамшетом продолжим наш ролик у меня такой есть небольшой косяк который мне нужно и ставить перед жамшетом еще год назад я ему обещал что помогу ему распределить инстаграм но он вам рассказал да он ты рассказал да они уже видели все видели да они все на тифа подвинуты они каждый ролик смотрят да в общем давайте ассаламу алейкум и что еще увидимся с вами все хорошо с вами увидимся так что жамшет прошло больше года а мы с тобой списывались но мы с тобой не виделись обижала ли тебя что в этом слое сне встречались то особо я тебе не отвечал нет никогда нет я понимаю ну было что ты чуть позже ну чуть долго ответил но я понимаю что ты постоянно не сидишь в ватсапе у тебя инстаграм у тебя другие дела ну когда ты смотрел ответил мне я рад очень за то что ты уже год прошел да хотя мы не увиделись но постоянно переписывались на любой вопрос да на любой вопрос любое время когда я напишу он ответит мне вот за это я рад потому что я считаю я думаю что не каждый человек который такой популярный топовый блогер переписывается на ватсапе с человеком который обычный работяк с ним общаться долгое время я думаю не каждый человек ну знаешь какой момент еще я понимал что я тебе обещал что я тебе инстаграм раскручу сделаю тебя популярным но видишь обстоятельства сложились так что я тебе не помог вчера ночью перед сном я такой думаю мне в любом случае нужно наладить свой косяк перед джапшетом нужно каким-то образом поднять ему настроение и я что подумал я помню в прошлом году да вообще в целом ты являешься фанатом машин вот и очень любишь машину а вот твоя любимая машина какая самая любимая машина мерседес мерседес да потому что я с детства с 5 класса я ездил на машину когда отец купил первую машину но хотя у нас мы на деревне живем ну как бы там можно было на деревнях там в поле можно было как бы начало научиться можно было ездить я так ездил а любимая машина это мерседес смотри вот я сегодня для тебя приготовил такой знаешь небольшой сюрприз я забрал с собой 3 миллионов рублей 3 миллиона рублей куча денег мы конечно с миллиона рублей сейчас там не знаю тысяч не знаю 70 отдали твоим друзьям но не проблем я сюда добавлю и 70 тысяч рублей тут грубо говоря сейчас 3 миллиона рублей я готов ну ты можешь их потратить куда ты хочешь либо купить себе машину либо купить себе не знаю там квартиру в Таджикистане на родине своей я знаю ты женат я есть семья дети то есть то что ты хочешь я готов организовать и больше всего я тебе скажу мы с тобой общались тогда я тебе сказал что я могу сделать тебя очень крутым популярным блогером для меня сейчас это как бы сложный момент и непонятно сделал ли я тебя таким это для меня еще остается загадкой позже может быть через неделю я для себя уже решу буду этим заниматься или нет вот то есть любое твое желание которое ты хочешь купить машину мы можем все это тебе организовать в подделах 3 миллионов рублей я тебе помню брат ну 3 миллиона рублей это не маленькие деньги но пока конечно я фанат машины Mercedes и так далее но пока мне не нужна машина брат пока я молодой я могу то ну когда будет время я могу купить это зарплату но сейчас знаешь какая у меня как бы мечта да как бы сейчас как бы захочется да вот мы все знаем что сейчас в инстаграме в ютубе мы знаем что там происходит в палестине да в палестине как происходит в палестине что там происходит наши братья и сестры нельзя что там умирают там как бы страдают Но сейчас так хочется, чтобы быть в Мекке и за наши братья и сестры сделать дуа и молитву. В Мекке ты? Да, в Мекке. Хотя бы на один день, хотя бы на два дня хочется быть там, сделать за наши братья и сестры сделать дуа. Вот, знаешь, сейчас хочется так. Я думаю, вот эти 3 миллиона, которые мне предлагаешь, чтобы что-то для себя сделать, мы можем вот это сделать. Ты мог бы поехать со мной туда? Я очень хотел бы, и еще ты сам тоже со мной полетел бы. Я могу тебя отправить туда. Я могу тебя отправить, отправить с тобой твоих друзей, отправить операторов. Ты можешь сам полететь, я вообще без проблем могу тебя организовать. Я, как я знаю, и даже в прошлом году ты говорил, что твоя мечта отправить в Хач своих родителей. Конечно. Я это тоже готов сделать, никаких планет, проблем нет. Хочешь, я могу тебя отправить с твоими друзьями? Сам не хочешь, я хочу, чтобы ты со мной полетел. Мы вдвоем, чтобы были там. Серьезно говорю. Полетели вы со мной, мы вдвоем были там. А потом обратно приехали вы сюда еще. Да? Да. Вот Джамшет меня в тупик поймал, да? Я готов твое желание исполнить, чтобы до тебя потратить деньги, понимаешь? Поехали вместе тогда. Полетели вместе. Прямо сейчас? Прямо сейчас? Серьезно? Прямо сейчас полетим? А если я захочу прямо сейчас полетим? А кого уточнить, оно узнать-знать? Серьезно, да. Как бы не верить. Я не знаю, это сон или что? Так, в общем, ребята, у Джамшета такое нелегкое задание. Он не то, что сам полететь. Хочешь меня забрать с собой. Отказать я ему сейчас в данном ситуации не могу. Поэтому я даже сам рад побывать там. Поэтому я в Джамшет полетлю туда. И я узнал, что даже на сегодня, на сегодня есть рейс. Поэтому, братан, ты быстро собирай свои вещи. Да. Мы летим с тобой сегодня. Мы летим с тобой в Дубай. Из Дубая мы летим в Медину. С Медины мы на поезде едем в Мекку. У нас он предстоит очень долгий путь. Долгий путь предстоит. Поэтому... Это твоя главная мечта? Знаешь, брат, каждый мусульманин хочется быть там. Это его личная мечта. Но я хочу, чтобы мои родители тоже там были. Я хочу, чтобы были рано или поздно. Я не говорю, что сегодня они обязательно должны быть. Но я хочу, чтобы они тоже были. Потому что я там в кухне тебе не рассказал, почему я именно по 15-го работаю. И в этом по 15-го я работаю в целом. За то, чтобы накопить какую-то сумму и отправить родителям туда, в хаджи. То есть твоя основная задача это накопить деньги и отправить своих родителей в хаджи. Все верно, да. Просто я там не говорил, но основная задача вот эта. Давай сперва исполним твою первую мечту, а дальше уже с тобой поговорим. Хорошо? Хорошо. Ну что, ребят, сегодня мы вылетаем в Медину. Поэтому мы с вами не прощаемся. Все, давай вместе вот так проложим руку и окажемся с тобой. А там сделаем так, чтобы мы уже в Дубае, да? Да, да, да. Давай, готов? Раз, два, три. Все, топ. Все, топ. А там я открываю, да, как бы? Да, да. Брат, это серьезно, я говорю, это не просто все. Я сейчас, мне даешь время, чтобы я одежду купил себе. Серьезно, у меня самая чистая одежда, вот эта куртка. У тебя одежда где-то, да? Ну, вон там вот черный брук мой, вот это мой и куртка. Ну, они чистые, но... Да, но тут летнюю одежду найдешь ты вообще? А? Нет, летнюю одежду найдешь ты? Конечно, вон там, я же говорил, там советы себе. Два-три прикида возьми с собой, а мы тебе в Дубае там тут купим. Хорошо? Хорошо, там мне двойка понравилась, очень сильно, там где-то 7 тысяч, 5 тысяч, я хочу тогда ее купить, так же. Проблем нет. Проблем нет. Я сейчас пойду. И снимай сейчас. Снимай. Не надо было снять. Ну, ладно, я тогда пойду, мне дать время пару часов, либо час, ну час хватит мне. Я быстренько поеду туда, я себе, ну, пару, ну, один хватит, один пару кроссовки. Да, а мы тебе в Дубае еще, мы еще тебе в Дубае купим. Дорогие, да? Да. Как в прошлый раз. Только знаешь, летнюю одежду возьми, там уже жарко. Да, я знаю, все. Летнюю одежду. Все, 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 давай снова. Друзья, я снова вас приветствую. Мы с Джамшетом выехали в аэропорт. Вчера, как вы знаете, Джамшет сказал, что он хочет полететь в Мекку. Я говорю, у тебя есть паспорт с экрана? Он говорит, все есть. В итоге, я бронирую билеты, бронирую гостиницы, все оплачиваю. И ночью, 12 часов ночи, он мне пишет, Асхаб, я не могу найти свой паспорт. Расскажи историю. Что за история? Почему ты не мог найти свой паспорт? Где он был? Брон, смотри, я всегда... Вот расскажи все так, как есть. Да, паспорт я всегда собой у меня. Всегда собой будет. Я вчера у меня была с собой паспорт, в куртке, в кармане лежала. Я в куртке положил в комнату, вышел, обратно пришел через... В течение часа пришел, куртка есть, а паспорта нет. Испугался ты? Я вообще расстроился, сильно испугался. Слушай, а вот такой вопрос. За пару часов твой паспорт, куда мог деться? Он сам ушел или кто-то его забрал? Паспорт как сам по себе уходит. Мы в итоге нашли его. Нашли, да? Кто тебе помог, попросили ребят? Да, я сильно попросил охранника, потому что кроме охранника некого больше просить. Там все по своим делам. Я охранника попросил, чтобы они искали по мою комнату, а я сам сбежал на улицу, где я ходил, а может я там уронил. Я пришел через полтора часа в общежитии. Там ребята и охранники говорили, что мы нашли твой паспорт под кроватом... Другого человека. Да, под кроватом другого человека. Под посылем другого кровата. Прикиньте, ребят, паспорт, он положил свою куртку и в итоге нашел под кроватью другого человека. Я сразу про это подумал, что кто-то мог просто забрать паспорт, потому что, как я к тебе приехал, уже все были в курсе, что ты вылетаешь со мной в Мекку, верно? Да, да, это все уже не знали. Как ты думаешь, есть среди ребят в общежитии, которые тебя завидуют? Да, конечно. Если не завидовали, как паспорт я потеряю, который у меня в кармане лежал, нету. Поэтому, ребят, прикиньте, вот такая ситуация произошла у нас с Жамшетом, но хорошо, что мы нашли паспорт и так получилось, что мечта Жамшета исполнится Нишалай, и поэтому, Жамшет, я рад за тебя. И еще, и вот этот урок, знаешь, хороший урок тебе преподал, то, что нельзя доверять ребятам, и я тебе говорил, не надо было кому-то говорить, что ты вылетаешь в Мекку, понимаешь? Не надо было. Я, конечно, не надо было, но я рассказал всем. И вообще, я хочу с тобой договориться, вот, когда мы ввели с тобой такой диалог, я тебя отвел в сторону, и мы с тобой один-один разговаривали, верно? Да. Это специально, чтобы никто из посторонних не слышал, ведь, если я буду делать для тебя что-то, понимаешь, то, что и выгодно тебе, ребята, которые с тобой работают, которые с тобой живут, они будут тебя завидовать, понимаешь? Ну, это как бы человеческий фактор, что любой человек может завидовать, кто-то может это контролировать, а кто-то нет. Поэтому, ребят, мы вылетаем в Мекку, нам хорошие дороги, ближайшим шею. Ну, что, друзья, мы приветствуем вас не в Москве, в этой холодной, мы пролетели в Медину, мы находимся под палящим солнцем, там очень жарко, сколько градусов, 35 будет, все хорошо, все замечательно, отдохнули, поспали, Рамшет, как чувствуешь себя? Шикарно, мне очень понравилось, хотя я впервые в жизни в Мекке, в Медине, хотя в Мекке не доехали еще, в Медине я первый раз, мне очень понравилось. Что тебе понравилось? Мы еще не успели увидеть, что тебе понравилось? Тут красота, тут приятный воздух, там нету холодно, там в Москве хотя бы 15 минус, честно сказать, я не знаю, какой приятный воздух он тут нашел, я тут нахожусь, мне еле дышу, мне сложно тут дышать, все замечательно, я надел лет, я как бы подготовился, я понимал, куда я еду, я знал, что тут очень жарко, Рамшет тоже как бы надел более-менее летний образ, но все бы, ничего, есть одна большая проблема, можно про эту проблему рассказать или сказать? Рассказать можно? Можно? Ты не обидишься? Нет. Пацаны, тут 35 градусов, девочки в том числе, просто, носки посмотрите, какие он надел, ну, ребята, доставь носки, пожалуйста, дай, дай носки. Ребята, смотрите, он что говорит, он блогает, он знает, куда ехать, у него летние носки, хотя я работаю в Москве, там минус 15, конечно, надо так одеться, я утром проснулся, носки посмотрите, зимние, это, убери, он, он, прикиньте, он, этих носках летел 10 часов, потом мы находились еще пару часов, и он говорит, Асап, у меня ноги потеют, я говорю, а почему, что случилось? Вот у меня, я вижу, его носки, конечно, потеют, в общем, нужно же, вообще-то передеть, другой образ, что ты хочешь, ты хочешь, что мы его одели в брендовую, дорогую одежду, либо ты хочешь, как араб выглядеть. Да, смотри, мы когда прилетели, да, сюда, вот, я вижу все, как шейх одевается, да, вот, белый такой, мне так хочется сейчас, как их одеться. В общем, ребят, давайте, пойдем, переоденем жамшет, и уже посмотрим, как наш курьер будет выглядеть, как, знаете, как шейх, погнали. Деться как шейх. Шейх? Шейх, шейх. Жамшет шейх? Вот, колор, white, колор. Белый, как будет белый? Белый, черный. Мне саму интересно, вот как загорелый, жамшет, будут выглядеть в белом халате. Как говорится, это, амиссия. Он большой выбирает, это все длинно. Братан, ты не волнуйся, тебе подберут по размеру. Прикиньте, у него еще свитер. Нет, утром было прохладно там, и в этом, когда мы прилетели в Дубай, там была посадка в Дубай, а там тоже было чуть-чуть прохладно. А он, померить, даже. Честно сказать, жамшет у нас очень худой, но, понятное дело, работает, да, работяга, 15 часов в сутки работа доставки в Москве в холодную погоду, чтобы вы понимали, в Москве сейчас почти что 0 градусов, момента минус 5 бывает. Ты потерялся там, базара нет, базара нет. Ты что вообще? Я тебе серьезно говорю, ты уже сразу преобразился. Белие кроссовки еще. Я не сказал бы, что ты работаешь в доставке. Шейх? 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 50 шейх? 50-50. Шейх, 100% шейх. А, 100%, да? Да, да, 20. Ну, сейчас жамшет посмотрит на себя в образе, а в образе шейха. Скажешь честно, нравится тебе или нет? Мне уже не нравится. Может быть, жамшета тут женить и оставить? И нет. Все. Как идет там, навалечу. Да, ну, посмотри теперь в зеркало, нравится тебе это или нет. Вообще. Ха-ха-ха. Нравится себе? Очень. Хочется так поехать обратно в Москву. Как там? Брат, вазар уже хорошо выглядит. Что-то не хватает. Шейх я много смотрю, вот так что-то, что-то круче, да? Вот так. Что там они круче? Четки тебе нравятся? Зачем тебе? Тебе как? Само нормально? Мне очень понравилось, мне сейчас себя чувствую очень приятно. Спасибо большое, тебя оставлю. Спасибо большое. Честно сказать, вчера жамшет не мог уснуть, много мыслей было. Вот о чем вот вчера ты думал? Какие мысли посещали у тебя в голову? Мысли, знаешь, я не могу даже счет. Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Да не волнуйся ты, нормально все. Что-то, что ты очищал вчера? Я... Ха-ха. Ха-ха. Ха? Ха-ха. 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 Так, вроде все, брат. Чек-чек. Ха-ха. 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 В общем, садимся на пол, и как настоящие? Чехи. Ха-ха. Арабы будем кушать. Ха-ха. В Садикистане кушают на полу? Да. Да? Распространенная тема. Да, у нас деревянная так сядет. И кушаете, да? Да, кушает вот так. Ну что, ребят, принесли нам традиционное блюдо арабское. Рис, макароны и баранина. Давайте попробуем. Не терпится уже попробовать. Руками возьму. Скажу вам так, вот вкуснее, нижнее баранина я не пробовал. Вот реально. В плане риса, рис я особо не любитель. Я уже пробовал, там как бы без сол. Да. Обычный, да, обычный рис. Обычный рис, да. Да, я уже второй раз. Честно сказать, мне тоже особо не нравится. Попробую макароны. Не знаю, такое необычное сочетание макарон с рисом. Если есть одни углеводы, зачем еще вторые углеводы добавлять, я не знаю. Макароны тоже как в Ролтон. Ролтон, да? Ну, как в Ролтон, да. Обычный макарон. Соглашусь, Шамшета, макароны меня тоже не удивили. Вот и мясо очень вкусно. Я мясо не пробовал. Попробуй мясо жамшать. Ща, ща. Смотри. Реально, реально вкусно. Очень мягкий такой. Это, наверное, соус, да? Вот так прям соус. Ребят, вы на меня там завидуете, да? Извините. Ну, что поделать? Это все. Это не кефир. Я думаю, это кефир. А что это такое? Не знаю. Соус, да. Соус, да. Соус же, нет? Это соус. Мне не понравилось. Я думаю, это кефир. Арабская кухня. Бренина реально удивила. Всем, кто смотрит и кушает, вам всем приятного аппетита. У меня мясо заставляло в зубах. Все, мы кушать. Все, атакуем на мясо. Ну что же, доехали мы. Ремшет даже не понимает, что его ожидает. Ремшет. Асав, скажи, пожалуйста. Куда мы приехали? Я же говорил, тебе эксперимент для тебя приготовил. Да, что за эксперимент? Куда мы приехали? Ты видишь верблюда. Это верблюжья ферма. Сейчас тебе придется... Молоко любишь? Ну да, обычно не люблю. Сейчас посмотрим, сможешь ли ремшет выпить верблюжье Молоко. Ты когда-нибудь пил? Нет. Никогда. Сейчас свежее молоко. Я даже верблюжья близко не видел. Я только фотки видел. Ты только фотки видел? Давай посмотрим. Хотя у нас в нашем городе, в Дешамбе, есть зоопарк. Я даже там не ходил. Я не был там никогда. Не укусай Дани. Давай вместе пойдем. Я боюсь. Серьезно. О! А! Интервия вербит. Сейчас бросок сделаю. Такой огромный, да? Он не плюнет? Нет, не плюнет. Я просто видел, что верблюда плюутся. Если плюнешь на меня, я тоже на тебя буду. Удал. Посмотрим сейчас. Сможешь ли мы это выпить молоко? Мне это не интересно. Это зрелище. И знаешь что? Смотри. Я все должен упить. Ты сможешь это выпить что ли? Ты видел? Вот так. Мне кажется, после того, как ты это можешь выпить, ты можешь даже умереть. Не, 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 не. Мы можем даже не долететь до Москвы. Я не смог бы это выпить. А это что? Это что добавить? А это что вообще? Моча верблюда. Это моча? Моча верблюда. Моча верблюда? Моча верблюда. Молоко я выпью, но я это не буду. Не, попробуй, попробуй. Подожди, я же привел тебя для эксперимента. Бро, yes, yes, very good. Давай, давай, чуть-чуть. Это эликсир молодости. Горячий? Горячий? Теплый. Давай. Ты готов? Да. Моя, моя вчера. А? Давай, пакшдол. Бери блюжья молоко с мочой. Жемка, ты полностью выпил? Тебе нравится что ли? Приди нам полностью выпил. Чуть-чуть остался, но невозможно пить тут сверху. Тебе понравилось что ли? Еще хочу. Давай вот это. Соб? Добавь, да, чуть-чуть еще. Добавь еще. Да, да, вот. Вот это. Бро, побольше, побольше. Еще. Ой, я благослит. Ты знаешь, что такое? Нормально, сироп молодости. Давай, братан. Крепкий вырастет. Ты говоришь, не веришь. Он говорит, все прочистит. Все будет максимально чисто, да. Если полезно. Литр молока будет или 77 миллилитров? Наверное, больше литра Жамшет сегодня выпил молока. Ратан, я думаю, хватит уже. Я не думал, что Жамшет так уверенно пройдет эксперимент. Все, Жамшет, хватит, хватит. Я могу все выпить, но я много водичку пил сегодня. Да. Я не буду пить. Давай я... Не-не-не, с тобой нет. Давай попробую, или что, давай. Чуть-чуть маленькое. Давай, брат, вот это. Верблюжье молоко. Только что свежее. Честно сказать, я молоко вообще не люблю. Тем более верблюжье. Для меня это такой небольшой эксперимент. Учитывая, что тут не гигиично. А ты до конца выпьешь его? Нет, конечно. Кстати, неплохо. Неплохо. Такое чувство, как будто его только что кипятили. Чеплый, приятный. Но видя всю эту картину, мне неприятно. Учитывая, что эти костюли заливают еще мочу верблюда. Очень хорошо, брат. Очень хорошо. Вегет. И elaborates ME Жамшет не знает слова моча. Вот реально я говорю он не знает слова моча. Понимаете? Он поэтому так уверенно это выпил. Жамшет. Да. Идем сюда. Ты знаешь, что такое молоко? Молоко знает, что такое. Молоко. Ты знаешь, что такое моча? Нет. Тебе не знают, что такое моча. По факту ничего не знает. Он реально не знает, что значит слово моча. Нет. Смотри. Моча это когда в туалет идёт. Нет, ты серьёзно? Да. когда верблюд идет в туалет это его отходы но ничего страшного это полезно это это же как бы своего рода лечения да как я знаю от чего-то не знаю именно конкретно чего но все его пьют нормально поэтому ты прошел испытание это был такой некий эксперимент надеюсь ты на меня не обиделся обиделся что-ли сказали бы я сказал моча я же говорил я говорил моча здесь объяснили что такое моча я может не выпал бы выпил бы не будет выпал же обижайся баданик сейчас грамшет постарается сесть он же высокий как я перебью да он сядет да еще грамшет готов да все как альбе только не упал ой дай мне скажи пусть дает мне почему не да он бегает и а и ли в в в в в в в в в Я чувствую себя неуверенно, как будто я сейчас упаду. В общем, ребят, мы приехали уже в Медину, дальше собираемся в Мекку. Мне нужна от вас поддержка, чтобы вы поставили лайк, написали комментарий. Что же он делает? Как там, не упадешь? Нет, нормально. Он меня уверенно чувствует. Вот таким образом поехать до Мекки. Сколько мне понадобилось? 15 дней, наверное, раньше вот так ездили, нет? Да. И чтобы вы понимали, ребят, это настоящие бедуины. Это не искусственный бедуин, это настоящий бедуин. Есть, очень хорошо, бро. Такая непонятная посадка у верблюда. Очень понравилось, очень понравилось. Но приехать и быстро уехать. Поэтому мы сделаем то же самое. Приехали, покатались, выпили в верблюже молоко. Что вам сейчас еще выпил в верблюже мочу? Поэтому отсюда соскучим и быстрее. Ну что, остался буквально маленький-маленький путь до Мекки. Приехали на скоростной поезд, ехать нам больше двух часов. И вот-вот мы будем в Мекки. И первое твое желание, которое ты загадал, я надеюсь, мы выполним сегодня. Сегодня мы доедем, 12 часов ночи будем в Мекке, сделаем умру. Спасибо большое, брат, еще раз. Поехали. Ничего не скажешь больше? Ну что сказать, я очень рад за то, что сейчас в Мекке едем, но очень волнуюсь. Какие-то переживания чувствую себя. И при совершении умры обязательно нужно вот такое одеяние и храм, да? Как тебе удобно? Очень нормально, наверное. Честно сказать, я не думал, что вот сегодня я буду ехать совершать умру. Это все из-за вемшета. Это все к лучшему. Каждый мусульманин должен это совершить. В первую очередь хадж, а потом уже умру можно. Как я слушал, поезда очень скоростные, 300 км в час. Это быстрее, чем м5, чем ламборгини. Ну что ж, мы прилетели уже в Мекку. Приехали. Два часа ночи. Я хочу для жамшета снять самый лучший, самый дорогой номер, который вообще есть в Мекке. Правда, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Английского языка, к сожалению, я не знаю, поэтому нам будет помогать. Ассаб также, матюска. Я хочу такой номер, чтобы с номера было видно Кааба. И также хочу отметить, в этом номере не живут курьеры, в этом номере живут только президенты. Ты понимаешь? В этом номере живут только президенты. Понимаешь? Я понял. Он говорит, что номер стоит 3 тысячи долларов на нынешний уровень, это где-то 300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей? 300 тысяч рублей? Покупаем? Лучший номер в Мекке. Давай, брат. За 300 тысяч рублей мне придется на доставке работать ровно 6 месяцев. Мы, честно сказать, очень сильно устали. Очень долгий путь был, перелеты, переезды. И сейчас нам предстоит заселиться в гостиницу, после чего сделать умру. 58-й этаж. Лучший номер в Мекке. Ты готов? Конечно, готов. Повестерее открывай. Сравнишь с общежитией? Конечно. Погнали. Пойдем. А, Шалис. Смотри, что за красота это. Смотри. 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 Как тут красиво. Это, знаешь, на миллионы разручатся. Оле-ле-ле-ле. Оле-ле-ле-ле. Это самая большая гостиница в мире. Ты доволен? Очень доволен. У меня даже в мысли не было, что я сюда приеду, приеду. Так что, да, вот так. Давай дальше посмотрим. Жамшет, пойдем посмотрим, где ты будешь спать. Прикинь. Посмотри, кровать как тебе. Очень мягкий. Я даже ничего не могу сказать. Смотри, бля. Пойдем, вот смотри туда, пойдем. Что там? Душевая, да? Смотри. А, шаре, смотри. Такая большая душевая у тебя. Здесь заходишь, уходить не хочется там. До утра купаться хочется. Блин, очень крутой номер. Я видел еще там комнаты, погнали туда. Вот тут ты будешь решать свои важные вопросы. Да. Здесь у тебя кухня. Кухня, это чай попьем, да, здесь? Да. Кофе. Пойдем дальше. Еще есть. Блин, очень много комнат. Реально. Здесь можно просто уметься, да? Да. Вот так вот. Красиво, красиво. Теперь жамшета я буду кормить, угощать. Буду за жамшетом следить. Нам принесли арабское кофе. Кофе любишь? Да. Я думаю, Арби его выпил бы. Арби, салам алейкум тебе. Десерты я уже добил. Жамшет. Добр. Финики тебе, пожалуйста, вот. Нам уже нужно набираться сейчас сил, выпить кофе, поесть финики. Потому что много будем ходить, да? Да, будем ходить, но очень много. Честно сказать, мы кушаем, 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 кушаем. Жамшет. Доброе утро. Это твоя мечта была, прилететь сюда на умру, сделать дуа. Мы сейчас спустимся. Будем делать умру. И при виде кабы нужно обязательно сделать дуа, о чем ты мечтаешь, что ты хотел бы. Есть ли не секрет, в первую очередь, что ты попросишь у Всевышнего? Я. Что ты хотел бы в первую очередь? Просить Аллаху, да? Да. Я в первую очередь прошу, чтобы не было вот эту войну, которая в Палестине, да, вот сейчас есть. Чтобы прекратить вот это все, закончилось вот это я хочу. Я прошу, чтобы вот это все закончилось. А потом сильно хочу, чтобы мои родители, чтобы приехали сюда. То есть ты просишь у Всевышнего, чтобы твои родители прилетели сюда, да? Да, да. Брат, пусть я буду поводом того, чтобы твои родители приехали сюда. Я это им организую. Я тебе даю слово. Так что, давай собирайся. Мы уже выходим. И еще, ребят, хочу предупредить вас, что там внизу на камеру снимать нельзя. Мы будем снимать на айфон, будем выходить из ситуации. Поэтому прошу поднять и простить. Все, выходим? Да, погнали. Ну все, теперь, наконец-то, мы дошли до мечети. И буквально через пару минут мы увидим Каабу. Нравится тебе, Джамшет? Да. Ха-ха-ха. Огромное количество поломников, которые приехали с разных уголков мира. И самое главное, все такие добродушные, потому что у каждого человека, который приехал сюда, одна цель, это поклонение Аллаху, совершить умру. Очень много женщин, стариков на колясках. И самое главное, хорошо то, что мы уже молодыми смогли приехать сюда. Мы уже подходим к Каабе. Честно вам сказать, сердце начинает быстрее биться. Я не знаю, вот реально вам говорю, какие-то волнения. Я всегда с детства Каабу видел картинки, видео. Я очень давно планировал сюда приехать, но никак не планировал, не выделял этому внимания. Но вот Джамшет сказал, чисто из-за него я тут. И честно сказать, то, что я финансировал, оплатил, это полная ерунда. То, что замотивировал меня. Джамшет сюда, вот, ему больше блага, мне кажется, будет нежели, чем мне. Волнуешься? Мы сейчас приближимся к Каабе. Как мы увидим, надо сделать дуа. И этот дуа, который ты сейчас делаешь, при виде Каабы, оно принимается. Как же это красиво. Девчер, все нормально, Девчер. Девчер. Доброе утро. Все нормально? Я очень сильно рад этому. Все нормально, Джамшед? Давай сделаем два. Джамшед? Все четко? Брат! Надеюсь, это слезы радости. Первая мечта Джамшеда в копилку. Дальше мы будем ставить еще цели, планы. И, иншаллах, по возможности все будут стараться тебя делать, брат. И да, вживую тут в разы красивее. И на всю эту инфраструктуру выделено, говорят, 100 миллиардов долларов. На секунду, Бурдж-Халиф, самое высокое здание в Дубае, всего лишь полтора миллиардов долларов. Если я ошибаюсь, можете меня исправить в комментариях. Реально, очень красиво. Нормально, у вас как? Откуда вы? Таджикистан. Машалла Таджикистан. Саламу алейкум. И да, ребята, во время совершения умры надо оголить свое правое плечо. Поэтому вот так вот. Есть свои нюансы, чтобы не совершать грубых ошибок. Нам, как бы, человек подсказывает. Все, ты готов? Ну что, друзья, мечта Джамшета исполнена. Мы находимся в Мекке. Мы совершили УМУ. Мы побудем тут еще пару дней. Хочешь пару дней побудить? Начальник ничего не скажет? Конечно. Если начальник Джамшета что-нибудь скажет, мы эту проблему решим. Так что я надеюсь, что я тебя обрадовал. И скажу тебе так. Мы проведем в Мекке пару дней. Мы возвращаемся в Москву. И дальше, дальше я исполняю свои желания. У нас осталось еще много денег. Мы с Джамшетом совершили умру малых хадж. Джамшет, есть что сказать тебе? Да, есть. Я надеюсь, что Аллах примет наш умру. Мне очень понравилось. Мне кажется, я больше всего запоминаю, когда мы были рядом в Мекке, рядом Каба. Мы были там. Наверное, я очень больше всего запоминаю вот эти моменты. Но были моменты непонятные, которые там люди толкают. Мне очень много толкали. Чуть я не упал. Мы очень сильно устали. Сейчас на часах почти 8 часов утра. Мы спали, наверное, полтора-две сутки. Мы сейчас с Джамшетом покушаем хорошенько. У Джамшета очень хороший шведский стол на высшем уровне. Мне вообще понравился президентский номер. Очень, очень. Чтоб ты понимал, в этом мире живут только президенты. Понимаешь? Кстати, я хочу сказать еще. Вот эти моменты тоже невозможно забыть. Понимаешь? Невозможно забыть вот эти моменты. Вот смотри, как красота. Так что я надеюсь, что каким-то образом я смог осчастливить тебя. И хорошо, что я могу себе этого позволить. В общем, ребят, мы все перемещаемся, наверное, уже в Москву. А там уже продолжим наш ролик. Дальше будем исполнять желания Джамшета. И тратить бюджет, который выделил конкретно для него. Кстати, курьеры, я вас люблю, я вас очень люблю. Я тоже за вами, и за вами тоже я дуа сделал. Ты сделал за курьеров дуа, да? Да, да. Я сделал для курьеров дуа и просил Всевышнего, чтобы каждому курьеру, чтобы они тоже нашли такой тамаев, чтобы приехали здесь, сделали умру. Ты же не брат. А так можно будет в целом, среди наших подписчиков будет человек 20, и организовать им путевку на умру. Так что если это вам интересно, то обязательно напишите в комментариях, я это организую для вас, ребят. И такой прекрасный утренний вид с нашего окна на Каабу. Реально, реально круто. Смотришь, смотришь, не хочется уйти отсюда. Хочется постоянно посмотреть отсюда. Очень. Ну что же, друзья. Позавчера мы прилетели с Мекки. Холодную, любимую Москву. Также ко мне в гости приехал Арби Агрессор. Арби, поздоровай с моими подписчиками. Ассаламу алейкум. Приветствую всех подписчиков YouTube. Люблю вас всех, уважаю. Смотрите дальше. Такая тема. Мы прилетели позавчера. Вчера я отдыхал. Честно сказать, была очень длинная, нелегкая дорога. Я набрал сегодня утром Жамшету. Спрашиваю, где ты находишься. Нам нужно снять продолжение ролика. И как вы думаете, что он мне ответил? Он находится на работе. Он находится на работе. Вот прикиньте. Прилетел. И сразу же, в этот же день. Вчера. Он вышел на работу. Я приехал на его склад. Пацаны, уберите велики. Жамшет. Ассаламу алейкум. Как ты? Мы так приедем? Помоги мне проехать. Амбардюр, чтобы я тебя не зацепил. Ассаламу алейкум, брат. А почему ты в тюбитейке? Просто. Потому что мы в Мекку слетели. Это Арби, мой друг. Ты знаешь? Я знаю его. Я твой фанатчик, брат. Ты что, закончил свою карьеру? В последнее время я тебя не вижу. Не вижу в октагонах. Чуть-чуть перестал боксировать. А? Ну, опять начну. Ты готов меня научить? Драться. Он знает, что? Он хочет стать бойцом. Он хочет стать бойцом. Он работает в доставке. Мы с ним слетели в Мекку. А он с тобой приехал в Мекку? Побывали там 4-5 дней. Прилетели в Москву. Жамшет. Да, брат. Мы прилетели с тобой позавчера. Да. Я тебе позвонил и ты мне сказал, что ты вчера уже вышел на работу. Да, да, да. Почему? Потому что я приехал, честно сказать, очень у нас долгий путь был. Сам знаешь, что очень было тяжело. Приехали 10 часов, прилетели на самолет. Это реально было нелегко. Пересадки. Мы с Мекки на машине поехали в джидду, джидду. Полетели. Ну, очень долгий путь был. Очень реально устали. Это было реально сложно. И он после этого сразу приехал в Москву, вышел на работу. Почему? Честно сказать, не хотел. Честно сказать, хотел отдохнуть. Извините. Здорово. Ас-саму алейкум, брат. Не хотел перебивать. Ничего, ничего. Почему на работу еще? Честно сказать, не хотел. Я уставший был. Хотел отдохнуть. Мне сказали, что реально сейчас зимой людей мало. Я так думал, что ребятам тоже тяжело. И мне тоже звонили начальство, чтобы выйти на работу. Не вариант, как бы. Если у нас без причин, мы перекур сделаем, отдыхаем, не выйдем на работу, у нас три дня может убрать смену. Потом, в итоге, мы можем отдохнуть четыре дня, без работы можем остаться. А мне даже сказали, что ты можешь увольняться. Увольняться, да. Потому что это уже у меня не первая причина, как бы. Ну, хотя я не знаю свою причину, как бы это не первая причина, уже вторая как бы начинается. Вот так. Ну, честно сказать, во-первых, не хотел потерять работу. Во-вторых, ребятам тоже думал, чтобы им тоже не было тяжело. Ави прикинь, чтобы не потерять эту работу, доставки, да? Ну, чёрт. Он элементарно не мог, еле попросил пару дней, чтобы ему дать возможность полететь в Мекку. Смотри, Джамжи, мы полетели с тобой в Саудию, в Сарусской Аравии. Потратили там немало денег. У нас всё было на высшем уровне. Бизнес, класс, самолёт. Бизнес. Не за будущим. Да, бизнес, класс, гостиницу. Всё постарались сделать так на максимальном уровне. На высшем уровне, да. Мы потратили с тобой больше миллионов рублей. Гостиницу, которую мы сняли тебе, это был президентский люкс. Он стоит 300 тысяч рублей. Понимаешь, да? Мы сняли его на пару дней. Вот, да. Мы потратили больше миллиона рублей, но это вносить в твои расходы я не буду. Вношу в твои расходы только 500 тысяч рублей. У нас бюджет был 3 миллионов рублей, верно? Да. 3 миллиона рублей. Смотри. Получается сейчас, по грубым расчётам, у нас осталось 2 с половиной миллионов рублей. 2 с половиной, да? 2 с половиной, да? Тут 1, 2 и 500 тысяч рублей. Да. Смотри, Ажамшет, вот твою мечту, главную мечту мы исполнили. Да. Это была твоя главная мечта, которую ты очень сильно хотел, полететь в Мекку. А также я тебе обещал, что твоих родителей тоже отправлю. Конечно. Он мне тоже обещал, что мы вместе полетим. Мы вообще должны были в Мекке полететь в Мекку. И он меня чуть-чуть забыл, перелетел в Москву, и всё, с тобой полетел. И с тобой тоже полетел. Вот человек старается, не дома сидит, работает, вам тоже советую, не просите ни у кого деньги, просто выводите, работайте как он. Вот вам пример, работайте. Это просто... Это вау. Да. Честно сказать, сидеть без работы, сложнее нежели, чем работать. Вот неважно, главное работать. Честно сказать, именно такие работяги у меня вызывают уважение. Именно поэтому, я дружу с Ажамшетом, именно поэтому, я его снимаю в роли, каким-то образом стараюсь ему помочь. Так же, это мне тоже выгодно. Я вам, моим зрителям, показываю, как обычные ребята приезжают с Таджикистана, с Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, тут работать, каким-то образом стараются заработать, прокормить свою семью. Джамшет, у нас бюджет 2,5 миллионов рублей. Ты с этими деньгами можешь сделать всё, что угодно. Купить машину, к примеру, можно хорошую машину купить, можно на эти деньги купить квартиру, как я знаю, в Таджикистане. 2,5 миллионов рублей в Таджикистане это большие деньги, нежели чем в России, да? Да. Или нет? Можно квартиру купить? Да, можно, конечно, купить. Можно с города прямо купить. Да? Из города, да. Вот что ты хочешь? Эти деньги мы в любом случае потратим на твои желания, на твои нужды. Что ты хочешь, чтобы мы на эти деньги сделали? Ты хочешь? Можешь машину купить на эти деньги? Смотри, брат, я тебе в начале ролика сказал, что, конечно, могу купить машину, но сейчас мне не нужна. Пока у меня тело, я приехал сюда, чтобы хотя год сильно поработать, но по поводу квартиры у меня, и у меня есть дом, и у отца свой дом есть, и у брата тоже мы сделали дом. Алхамду лилля, у нас у всех есть дом, все у нас достаточно, смотри, мы можем на эти деньги еще кого-то обрадовать. Понимаешь? Я так думал, что вот здесь мы работаем, у многих человек уже, я знаю их, они уже третий год на велосипеде катаются. Сейчас зимой, прикинь? Серьезно? Серьезно. Уже третий год еще он старше меня, мне, честно сказать, жалко ему. Я хочу, чтобы я это радую, я только чувствую, я думаю, только я чувствую. Когда ты мне купил электроволосипед, я так сильно радовался, как будто мне какую-то машину дорогую купили. Я так радовался. Год назад у Джермшета был обычный велосипед. Обычный велосипед. И работать на таком велосипеде невозможно. Тем более, тем более, заказы порой бывают 30 литров воды. Это 6 5-литровые бакалажки. Вот такой человек, килограмм 60-70, чтобы таскал на велосипеде 30 литров воды, ну вы представьте. И такое бывает очень часто. Блин, ну это очень страшная картина. Я ему год назад купил электровелосипед, и это очень облегчило его работу. Сколько стоит электровелосипед хороший? Хороший можно купить за 60-70, вот так, 70 можно хороший купить. 70 тысяч рублей. Где твой электровелосипед? Мой электровелосипед он там стоит, но она в очень плохом состоянии. Но она живая, она едет. Хотя год больше уже. Мы больше года ездим, да? Да, больше года ездим. Пойдем к нему. Год назад я покупал ему электровелосипед, по-моему за 65 или за 75. Точно не помню, надо посмотреть. 65 наверное купили. Этот электровелосипед. Крутить педали не нужно. Очень удобно. Нажал, она хорошо едет. Хорошая скорость набирает. Сюда поставил бакалашки свои 30 литров, и удобно доставил. А на велосипеде, прикиньте, вот на этом велосипеде работал жамшет. На этом велосипеде работать, но это невозможно. На таком велосипеде, ты бывал доставлял пару бакалашки 5-литровые. И сейчас ребята тоже на нем катаются. Я понял, что если мы отдадим, да, поможем им им электроволюции, это полетается от меня, да? Да, это твой подарок. Да. Прикиньте, ребята, я тоже. Два с половиной миллиона, он хочет обрадовать людей. Да, своих коллег. Как он работает. Да, брат. Ты правильно понял. Я серьезно. Когда меня обрадовали, я сильно обрадовался. Я тоже хочу. А почему ты тебе машину не покупаешь? Ну, потому что пока не нужно. Я хочу пока... У меня целый год здесь хочу работать. Я на год приехал сюда. У меня целый такой, чтобы я целый год здесь поработать, потом поехать домой. Мне в течение года здесь мне машина не нужна. Если я могу, если я покупаю, допустим, за полтора миллиона можно новый Solaris купить, да, допустим. Я на нем катаюсь, я, может, стану лентяем какой-то, может, не хочется потом работать. Потому что мы 2-3 дня в Дубае, в Меке, в Медине были. Мы так сильно отдохнули. Очень я рад за это. Я пришел, сильно не хотел работать. Честно говоря, не хочется работать, потому что после этого все отдыхали. Я тебя услышал, я тебя услышал. Хорошо, мы купим электроволосипеды по 70 тысяч рублей, хорошие, качественные. Сколько штук ты хочешь? Я хочу, чтобы 10 штук. 10 штук? Да. 700 тысяч рублей, 700 тысяч ты готов потратить на своих коллег? Я вот в течение 3 года, в течение 3 года, я очень много друзей собрал. У меня есть друзей вот здесь, да. Здесь, конечно, очень много, но у них не у всех велосипедов. Электроволосипеды не у всех. Ну, есть где-то у 10 человек есть электроволосипед в хорошем состоянии. Ну, остальные 5-6 человек, а есть обычный велосипед. Я хочу здесь 4-5 штук здесь отдать, а потом остальные еще. Я в течение 3 года очень много друзей собрал, они работают в Яндексе, они по Москве гуляют. Еще по Москве они на велосипеде. Из них двое, я помню, если я не ошибаюсь, из них двое, до сих пор велосипеда даже нет. Они самокат бронируют, платят на нем, а потом зарабатывают. Короче... Честным сердцем человек, блин, как и я, прикинь, поэтому хочет обрадовать своих коллег, своих друзей. Блин, я просто вон лая, щеки приступ. Прикинь, как так можно... Короче, ребят, честно сказать, я думал, что... Красавчик, красавчик. Честно сказать, я думал, что мы поедем, за 2,5 миллиона рублей возьмем какую-нибудь новую машину, но за 2,5 миллиона рублей можно было бы купить, наверное, новый Hyundai Solaris, не знаю, что там есть сейчас на рынке, но если Jamshed хочет потратить 700 тысяч рублей с этого бюджета на то, чтобы купить электровелосипеды своим друзьям, своим коллегам, я полностью поддерживаю, и... ну... блин, ну не каждый, я точно не смог бы такое, но я точно такое не смог бы. Jamshed, где купить электровелосипеды? Знаешь, где можно купить? Везде есть, я могу сразу найти по адресу. Да? Да. Ты знаешь, где не продаются? Да, недавно мой друг купил, вот, он там, купил, он говорит, очень хороший аккумулятор, говорит, аккумулятор, говорит, хватает на 15 часов, прикинь? На 15 часов хватает? Да, да, на 15 часов хватает, говорит, если на первом скорости можно, если не гонят, если свободно ехать, на 15-14 часов свободно хватает. Ну что, погнали, купим тогда твоим друзьям велосипеды? Поехали. Поехали. Вот, ну, многие люди могут подумать, что мы делаем рекламу самоката, клянусь вам, чем угодно, пофиг на этот самокат, не заказывайте у самоката, как бы, я не заказываю, я заказываю у Яндекса, Яндекс тоже не реклама, то есть, ну, вы поняли, в общем, ребят, это не реклама, вот, даю вам слово. Жамшет, мы с тобой, у нас в Мекке был с тобой, этот, Шервле Птаха. Да, да. Там Роллс-Ройсов не было. Не было, не было. Ни одного человека Роллс-Ройс не увидел. Тут есть у нас Роллс-Ройс. Конечно, здесь Москва же. Чисто из-за Жамшета. Серьезно, клянулся, я вчера вообще не спал, да. Я такой сонный, я чуть-чуть вас сплю. Все, давай, мы закрываем. Пачкает мой Роллс-Ройс. Арми, давай. Все, погнали. Вот только что Жамшет говорил про велосипедист. Смотрите, велосипедист, велосипедист. Прикиньте, они крутят. у них багаж еще. Блин, как же мне... Посмотри в окно. А? 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 Алейкум ассалам. Вашалла, вашалла. на деньги, которые я выделил Жамшету. А Жамшет ими распределился именно таким образом. Он мог купить себе машину. Он мог купить себе квартиру. Но он именно так захотел. Поэтому, это его выбор. Мы сейчас поедем. Обрадуем. Сегодня 10 курьеров. И я очень рад, что я тоже причина того, что... Сегодня мы осчастливим 10 человек. Так, все. Мы приехали. Альбина надо вытащить. Реально в основном, да? Мы ехали минут 30, и он реально уснул. Ты же вызвал еще в машине, когда он... Да. Прикинь, он... Прикинь, он реально спит. Может, его так оставим? Может, реально... Ну, типа, оставим его, закроем, спать, пусть спит. Арбей. Мы приехали. Арбей. Арбей. есть большой есть еще у них цена тоже разные там вес за 55 здесь есть за 60 тысячи есть за 70 тысяч и сейчас самый дорогой возьмем 10 штук самого дорогой уже монета гуляет манте что чего не понимал даже даже большие деньги и прикиньте как он легко с ними прощается он полетел в мекку потратил эти деньги немаленькие деньги и сейчас на 700 тыж готов потратить на электро велосипеды легко прощается деньгами будь бы я на его месте я подумал бы хорошенко подумал бы но я думаю он все это время думал у него было больше недели времени я думаю за это время он решил все-таки обрадивать своих коллег своих друзей своих земляков саламу алейкум как у вас дела нормально пойдет снимать можно да мы с камерами можно мы снимаем ролик вообще-то говорил что вас покупал велик говорил что его коллеги вас покупают велики нам нужно хороших 10 электро велосипедов 10 электро велосипедов какие хорошие эти хорошие ли эти монстры сейчас самые хорошие для курьеров это монстры монстры да на год гарантии на рама на все этот ремонт и установка год гарантия год гарантия честно сказать выглядит он очень хорошо сколько он стоит это 65 тысяч рублей таких нам нужно 10 электро велосипедов есть да сможем отдавать давай давай 10 таких штук давай погнали так на сколько получается 650 тысяч давай так 600 тысяч скидку сделать 50 тысяч все же когда рассчитайся 600 тысяч и 50 тысяч мне большое спасибо за скидку в любом случае хоть есть деньги нужно торговаться хоть на 5 тысяч рублей и это ну надо так делать он очень хорошо считает деньги очень хорошо я не умею так 200 тысяч я вот так считаю в общем по моему кажется надо взять бухгалтером чтобы деньги считал мои 600 тысяч 50 тысяч скидку сделали да да 600 тысяч здесь пока этого держи вот туда вот 600 тысяч а пока нам готов потом деньги отдам с первой товар потом деньги вот здесь 10 штук вот одна колонна сделаете вот 10 штук подряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 давай а это сколько стоит давай оттуда тоже общем нормально будет хорошо все получается 60 тысяч рублей скидка минус в общем ребят 600 тысяч рублей обошлись нам от 10 электросамокатов деле самые хорошие монстры сейчас мы все это переместим в газель доставим на локацию джамшет сейчас ты должен предупредить всех своих друзей которые ты хочешь подарить эти электровелосипеды 10 человек пусть 10 человек на ту локацию хорошо все якуб снова большое тебе спасибо короче ребят я telegram якуба оставлю мне приятно что нам сделал скидку и мы со своей стороны дадим обратную связь поможем ему заказывать якуба еще если от меня придет курир ты ему скидку сделаешь если от тебя придут вот именно такие велосипеды я хорошую скидку сделаю на 5 тысяч рублей все спасибо но именно такой если закончится не обещаю хорошо все хорошо так что нам якуб помог и мы сэкономили 60 65 тысяч рублей забрали 10 наших электровелосипедов будем загружать их в газель и раздавать курьером сам прокатился честно сказать быстрый аппарат сколько разгоняется 40 50 километров в час как тебе нормально да интересная тема не только работать доставка вообще в целом взять выехать дать знаешь мини мотоцикл аттракцион честно сказать если мне такой подарок сделали бы я был бы очень рад даже сейчас я был бы рад этому подарку кто-нибудь подарите мне электросамокат пожалуйста все все остальные ресторы как что уверенно 30 килограмм доставить на этом электро велосипеде будет ноль проблем я вижу 90 килограмм не более живой вес 30 килограмм 5 литров думаю не проблема будет ну что ж загружаем и уже перемещаемся на другую локацию чтобы передать нашим дорогим братьям что ребят приехали мы доехали нашей газели раз выгрузим 10 электро велосипедов приехали друзья замшета я вижу что они приехали на велосипедов приехали на арендован электросамокате и именно этим людям сегодня мы поможем и надеюсь это каким-то образом мы сможем облегчить ими работу очень сложную работу сейчас еще не зима осень но находясь тут даже буквально пять минут я не могу находиться тут работать в эту погоду для меня это невозможно я летом снимал ролик джемпшетом я работал всего лишь два-три часа доставки и это очень сложно и это еще летом а сейчас зима почти что добавить смотри хотел сказать что я даже у меня сейчас не верится своим глазами что я 10 человеков могу обрадовать и этот радость я только думаю что я сам чувствую потому что когда-то ты мне подарил эту велосипед она до сих пор живая а сейчас ты 10 своих друзей 10 своих коллег обрадуешь сейчас ну что давай выгрузим ассаламу алейкум всем выгрузили наши аппараты так сказать монстры он так и называется монстр да монстр давай теперь пообщаемся со своими друзьями вы друзья демпшета да давно работе доставки алейкум ассалам в общем какая суть джемпшет можно тебя мы же там снимали ролик пацаны можно от всех пожалуйста вы наверно приехали за казахстан узбекистан таджикистан да сколько лет работаете доставки четыре года до три года работать три года у вас до сих пор обычный велосипед а джемпшет мне объяснил что в такую погоду очень сложно работать на велосипеде уже все это было выделено 3 миллиона бюджета на какую-то часть там полетел в мекку какую-то часть он выделил вам он купил вам 10 электровелосипедов каждый который стоит плюс-минус 65 70 тысяч рублей хотя он мог купить себе машину он мог купить себе не знаю квартиру себе в таджикистане но он первую очередь подумал по воду вас и у вас очень хороший друг у вас очень хороший коллега так что даже дорожите им но этого многого стоит поэтому каждый из вас сейчас я хочу что подошел велик каждому я сам вручаю каждому сам давай проблем нет никаких то есть к каждому ты можешь действия опять же повторюсь я смотрел поле чудес где якубович вручая такие небольшие подарки своим гостям машину какие-то маленькие небольшие призы тогда казалось вау как же это круто а сейчас такое положение что я сам могу радовать людей я сам могу любому подарить машину я любому могу подарить квартиру было бы желание и знаете что я хочу сказать мы могли бы эти деньги потратить чтобы разбить машину каким-то образом хайпануть как это сейчас блогеры делают я тоже делал но мы взрослые люди я с каждым с каждым днем с каждым годом расту и понимаю что это такой хайп он дешевых а вместо того чтобы развивать машину каким-то образом хайповать лучше таким образом хайповали бы все блогеры это было бы намного круче и а и 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 Мой друг Джамшеда, даже я не знал, чтобы он такой велик у меня подарил. Но я хочу сказать ему большое спасибо, Джамшеда, Асаб Тамаева тоже. Спасибо, я точно не ожидал такого подарка. Я ему просто звонил, приезжай ко мне, просто ездила чуть-чуть. Он даже не знал, я ему не говорила, что подарки. Он ему просто случайно подарок дает. Давай, брат, возьми. Рузаинек дай, дай. Гир хайки бр, айхиды таму. Дай шкарта задан, гид. Бей, бей, Акаману, че. Сау-малейкум, Сау-малейкум, Акам, Сау-малейкум. Акамедану, все солайки хотим кормить. Это наш повер, Асаб. А вообще, как вы относитесь к ребятам, которые приезжают там с Таджикистана, с Узбекистана работать, в эту холодную погоду работать? А что? Как вы к ним относитесь? С уважением? С уважением. Уважением. Ой, вы знаете, какая благодать. Вот такие есть люди, которые помогают нам, пенсионеры. Там, в аптеку, за хребом. Почему раньше такого? А хотите, чтобы мы вам тоже помогли? Не надо, мои хорошие, у меня... Все хорошо. Ну, вы выглядите замечательно. Красивая, замечательная девочка. Ой, большое вам спасибо. Дай Бог, что вы это придумали. Все. Спасибо за такие приятные, теплые слова. Молодцы, молодцы, ребята. Хорошо. Помогайте нам. Помогайте. Большое вам спасибо. Вам спасибо. Вам спасибо. Хорошо, что есть такие люди. А то, порой, сейчас все такие злые, недовольные. Да, у каждого человека есть проблемы, я все понимаю. Но, несмотря на все это, оставайтесь добрыми, хорошими людьми. Круто, что сказать? Я рад. Прикиньте, я сегодня пойду спать, понимая то, что мы сегодня обрадовали 10 человек. И вы понимаете, не только мы обрадовали каждого, обрадовали семью каждого человека. А в семье каждого человека примерно человек 10. Мы обрадовали человека и его семью. В совокупности мы обрадовали человек, наверное, 100. И я уверен, что кроме них я обрадовал и вас. Я знаю, что среди моей территории очень много достойных, хороших ребят, которые будут рады за этих ребят больше, чем они сами за себя. Знаете, что, ребят? Многие могут подумать, что это реклама с самоката, реклама чего-то. Смотрите, во-первых, тут есть Яндекс, тут есть самокат, тут есть лавка, да? Тут три сети. Неужели вы думаете, что три сети в одном у меня ролике купили рекламу? Но это невозможно. Если была бы реклама, я бы сказал, поэтому, пожалуйста, не пишите, что это хорошая реклама. Ну, мы этими занимаемся. Если была бы, то сказал бы, как есть. Так что, ребят, я вас всех от души поздравляю. Надеюсь, это каким-то образом облегчит вашу работу. Вы сможете больше зарабатывать. Но в любом случае постарайтесь. Я каждому из вас желаю, чтобы вы нашли легкую работу. У вас очень сложная работа. В такую холодную погоду находиться на улице, это очень сложно. Поэтому все, я вас поздравляю. Я вас поздравляю. Ребята, я думаю, что вы справитесь с этим аппаратом. Чей был, это заберите, пожалуйста, катайтесь аккуратно. Вам спасибо. Аккуратно. Спасибо, знаете, в первую очередь, ему. Хорошо? И ему тоже обязательно. Он достойный, брат, он достойный. Хотел просто брат тебя благодарить за это все. Меня отблагодарить? Каким образом? Сказать спасибо? Нет, я не знаю, он хочет просто... А, твой брат хотел меня отблагодарить? Мой брат, а и за себя, и за родителям тоже тебя хотел поблагодарить. Спасибо, спасибо тебе. Ну что, я поехал. Ас-саламу алейкум всем. Ас-саламу алейкум. Сфоткаться, конечно, можно. Ас-саламу алейкум. Вам хорошей работы, работайте. Даже не ожидали. Да, вы не ожидали, брат? Есть что сказать нашим зрителям? Спасибо огромное. Вот эти моменты даже не ожидали. Джану Чезун, тебе тоже спасибо, что ты рядом. Спасибо. Да, вы откуда? С Таджикистан. Таджикистан, да? Все равно с таджиками много что у меня связано, да, получается? Жизнь меня с ними свела как будто. Нет, которые вы первые видео сделали с Джану Чезун. Мы знакомы. В знакомы были, да? Да, да. Все, давайте. Ас-саламу алейкум всем. Джану Чезун, все, погнали. Джану Чезун теперь на Rolls-Royce двигается. И жала, чтобы у каждого была хорошая машина, чтобы у вас была хорошая работа. Чтобы ваши ноги не устали в общем в этой жизни. Да. Все, давайте, пацаны. В общем, мы уже ролик снимаем целую неделю. За это время мы успели потратить миллион и сто тысяч рублей. На самом-то деле мы потратили больше. Мы, находясь даже в Мекке, на все эти перелеты, на эти гостиницы, мы потратили больше, даже почти что миллион рублей. Но я это не взял в счет. У тебя осталось сейчас миллион девятьсот, с учетом того, что мы еще сторговались. Эти деньги, честно сказать, я считаю, что ты должен купить себе либо машину, либо квартиру, либо что-то. Потому что, если мы это все потратим, ты останешься без ничего. Но твои коллеги, твои друзья получили электровелосипеды. Да, у тебя будут хорошие воспоминания от Мекки, от нашей поездки, от нашего ролика. Какие у тебя планы на эти деньги? Что ты собираешься с ними делать? Смотри, брат, у меня некоторые вопросы есть, чтобы закрыть. Смотри, у меня есть семья детей, родители. Я понял, что я имею право здесь деньги забрать. Конечно, ты вообще по-хорошему, по плану, ты должен был весь этот бюджет потратить в ролике. То есть, я дал бы тебе полное разрешение на эти три миллиона рублей, которые были изначально. Купить машину, мы это купили бы, показали бы на камеру. Купить квартиру, также сняли бы, показали бы. То есть, это часть нашего контента, часть нашей работы. А так, если ты хочешь, у тебя есть желание, я могу дать тебе добро просто их забрать. Это уже тебе самому решать. Конечно, я хотел бы забрать эти деньги, потому что у меня тоже семья детей. Я тоже хотел бы как-то улучшить свою жизнь там у себя. Ну, может, какие-то подарки хотел бы сделать своим родителям, детям, брату, там, в общем, в нашем семье, кто там находится. Всем я хотел бы каждому какие-то дорогие подарки хотел бы сделать. Если был бы ты не против, я мог бы забрать это деньги. Я хотел бы забрать эти деньги остальные. А почему? У меня такой вопрос. Вот смотри, эти деньги были выделены тебе. Будь бы на твоем месте я, либо кто-то другой, может быть, подумал бы в первую очередь про свои потребности. То есть, любой парень хочет машину. Может быть, купил бы себе машину. Почему ты в первую очередь думаешь о своих друзьях, о своих братьях, про свою семью? Я понял тебя, брат. Почему так? У нас, да, я могу купить машину, но у нас есть машина дома. Я думаю, нам достаточно одного машины в нашем семье. Ну, допустим, брату, я и отец. То есть, ты вечно собираешься тут жить, работать? Тут жить и работать, ну, какие-то свои планы. Я тебя понял. Поэтому одна машина нам достаточно сейчас. У нас есть машина. Я лучше... Обрадуй своих близких, да? Обрадуй семей, да. И есть такой план у меня еще. Я лично вот на эти деньги могу купить квартиру. И такой план тоже есть. В городе хочу купить... В своей семье, да? Да, хочу купить квартиру. Смотри, Жамшет, эти деньги твои. Ты можешь с ними делать все, что ты хочешь. У тебя сколько детей? У меня двое детей. У вас есть общая фотка? Общая фотка есть, да. У меня прямо на телефоне. Я его прямо на обложку поставил. Это мой сын. Это сын? Сколько ему? Ему два года больше. Два с половиной года. А эта дочка у меня... Ее... Недавно она родилась. И сколько? Три месяца. Три месяца. Три месяца, да. Четыре месяца. Ты скучаешь по своим? Конечно, я недавно приехал. Я приехал, когда у нее было месяц. Месяц было у нее. Я приехал уже вот три месяца я здесь. Три месяца еще и... Три месяца, что я и не видел. Ты своего сына сколько раз видел за два года? За два года три раза. Я три раза приехал домой. То есть, получается, он своего сына, которому уже сколько? Два года, да? Два с половиной года. Да, я три раза видел. И я не знаю, тебе нужно постараться сделать так, чтобы ты смог свою семью перебрать сюда, чтобы вместе жить. Потому что это очень плохо, что твои дети растут без тебя. И смотри, покажи свой телефон. Что за телефон? Этот телефон, я два раза его экран поменяю, потому что я на работу очень много упаду. У нас бывает, что я не справляю электролиципеды или велосипеды, я пойду, сломаю твоя ночь, но я много раз его вообще. Я понял. Смотри, я тебе год назад покупал айфон. Было дело? Было, было. Тогда он был самым последним. Да. Ты что с ним сделал? Я его продал. Я думаю, ты не обиделся тогда. Нет, не обиделся? Но что я тебе, я ищу, сказал? Ты сказал, что если это я тебе один раз подарок сделаю, если ты его продаешь, что бы ты с ним не делал, я тебе больше айфона покупаю. Было такое? Да. Вот. Я тебе говорю, что больше тебя айфон покупать не буду. Я ничего не говорю, это все. Да? Айфон, да? Свой этот, да? Нет, новый, который мы купили. Не говори, что еще подарил. Вот, брат, новый, запечатанный. А, ну, распакуй. Да, я прямо сейчас здесь открой, потому что года назад был у меня последний айфон. Я его даже не открыл. Брат, брат, он не открыт, он запечатан. А, здесь надо какой-то, да? Да, да, да. Я даже очень хотел его открыть, но из-за того, что мне было очень нужно денег, надо было закрыть кредит, я его даже очень хотел открыть, я не открыл. Это 15, да? Да, это 15 айфон. Вот, смотри. Это вот так, да? Да, открывай, открывай. Как у тебя это? Нажимаю вот это, да? Да, да, вот так нажимаешь, айфон включился, надо будет создать байклауд. В общем, смотри, хоть я тебе говорю, что больше не куплю тебе айфон, этот айфон твой, его не продавать. Нет, никогда. Не будешь продавать его? Нет, никогда. Какие бы у тебя проблемы не были, его не продавать, потому что это подарок от меня. Все, я помню. Эту будешь на работу таскать, этот телефон. А этот телефон, будешь чисто, когда будешь выходить, своей семьей общаться, фоткать, создай себе инстаграм, закидывай туда качественные фотки, развивай, я думаю, у тебя все получится. Ты у нас парень умный, наглый, хитрый, и вот, это обязательно нужные качества, чтобы у тебя получалось. Поэтому, смотри, вот, хороший урок для тебя должен быть такой, смотри. Когда мы с тобой собирались вылететь в Мекку, твой паспорт украли. И украли твой паспорт, не будем на кого-то наговаривать, но в любом случае украли твой паспорт те ребята, которые с тобой работают. Конечно, да. Да, знай, что кроме как и твоих друзей, очень много у тебя врагов есть и в общеритии в целом в твоем кругу. Поэтому будь поаккуратнее, никому не доверяй. Я надеюсь, что все получится. Спасибо большое, очень рад. Тебе спасибо, тебе спасибо. Я не ожидал, честно говоря, я тогда, я тебе верю, что, ну, тогда, честно сказать, я тогда, может, неправильно поступил, но это... Не, 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 я сказал, ты имеешь полное право делать этим айфоном все, что ты хочешь, но я тебе больше айфон покупать не буду. Ты мой электровелосипед, который я тебе купил, ты подарил кому-то другому. Не, брат, ты подарил, ты подарил. Видишь, вот то, что я ему дал, купил, он отдал другому. Айфон, который я ему купил, он продал, закрыл свои вопросы. Кредит надо было закрыть там семье. Понимаете, вот, и я только поэтому сказал, больше покупать не буду, но мне понравились твои поступки, мне понравилось то, что из-за тебя, в первую очередь, я полетел в Мекку, для меня это такой хороший, огромный шаг, это все благодаря тебе. Поэтому тебе большое спасибо, Жамшет. И напоследок нашего ролика, есть, что ты хотел бы сказать нашим зрителям? Я думаю, многие ребята из твоей сферы, да вообще в целом, твои земляки и кроме твоих земляков, все посмотрят ролик. И что ты хотел бы им сказать? Смотри, вот мы, моим друзьям купили 10 электровых спидов, да? Оно обошлось 600 тысяч рублей, да? Со стороны может кто-то думает, что он на этой огромной сумме смотрел как бы легко, да? Нет, я легко не смотрел. Конечно, это была огромная сумма. Скажи мне честно, ты все это время, неделю, ты думал, как ты будешь тратить эти деньги, как ими распоряжаться, ты думал? Конечно, конечно, думаю, я думаю, вот смотри, мы делали, да, 10 электровых спидов подарили, это было 600 тысяч рублей, это не маленькие деньги. Я на эти деньги легко не смотрел, я это специально так сделал, чтобы эти деньги, я 100% уверен, что Всевышний, это нам много раз больше вернёт. Это нам вернётся от Всевышнего на много раз больше. Вот именно, видишь, вот именно такие поступки, именно такого у тебя мировоззрения, мировоззрения, что тебе больше везёт и больше повезло, нежели, чем своим коллегам. Понимаешь? И вот так получилось, что мы с тобой познакомились, и через наше знакомство получилось так, что всё это получил ты, понимаешь? Вот так и получается это в жизни. Чем больше отдаёшь, тем больше ты получаешь. И в данном ситуации это сработало. Жамшет отдаёт и больше получает. И если бы, скажу тебе так, Жамшет, ты распределился бы этими деньгами другим способом, я, может быть, получил бы какое-то чуть плохое впечатление по поводу тебя. Мне очень понравились твои жесты, твои поступки и твоё отношение к своим коллегам, своим друзьям. И я уверен, уверен, вот именно этот поступок очень сильно поднимет твой авторитет, именно авторитет как человека, человечность в кругу твоих земляков и в кругу твоих коллег. Они сильно радовались, я... Братан, конечно, 70 тысяч велосипед просто так на халяву от Жамшета. Когда получил от тебя это электроэнергет. Они получили от тебя это, понимаешь? Жамшет, всё, брат. Это не нужно. Что тебе? Отец? Отец. Отец. Субтитры сделал DimaTorzok Я обязательно обязательно приеду, и в горе тоже будем, и в Душанбе тоже будем вместе. Я обязательно приеду, обязательно приеду. Я очень рад. Давай напоследок нашим зрителям сделай какое-то обращение, может быть, не знаю, что-нибудь напоследок попрощайся зрителям, не то что попрощайся, в этом ролике попрощайся. Друзей, которые смотрите наш за своих телефонов, я думаю за кадром, я надеюсь, что вы меня правильно поймете, я надеюсь, что вы тоже думаете, что я правильно поступил. Я обрадовал 10 человек, которые моих друзей работают на велосипеде, они, я надеюсь, они очень радовались сильно, и они всю жизнь нас вспоминают, они не забудут это. Как же я не забыл все, что Асхаб Дем не сделал, года назад уже до сих пор делает. Я думаю, они тоже не забудут. И я думаю, что вы про нас, про меня что-то хотите выписать в комментариях, правильно сделал я или неправильно сделал я. Скажу тебе так, Джамшет, я перед началом моего ролика до встречи с тобой, я посоветовал, как бы я попросил своего зрителя, чтобы они написали в комментариях свое мнение по поводу тебя. Я говорил, что Джамшет очень хочет сильно продвинуться, хочет стать популярным блогером, я ему как-то это обещал. Но с твоим обещанием я не сдергал. И я сказал, что мы с Джамшетом встречались больше года, я не знаю, поменялся он или нет, я не знаю, как он будет себя вести, я не знаю, стоит ли Джамшет того, чтобы я ему помог. Потому что всячески бывало так, что я человека раскручивал, человеку как-то помогал, старался помочь, как я могу. В итоге это получалось так, что этот человек становился моим врагом, становился неблагодарным. И никогда в жизни от человека какую-то благодарность я не получал. И всегда человек думал, что я его использую для своих каких-то целей. Хотя этот человек получал в разы больше, нежели чем я. Выгода в этом есть и мне, это моя работа, это мой контент. Но человек, с кем я с ним получал в разы выгоду, x2, x3 как минимум. И я как бы в данном ситуации я не хотел бы, чтобы, прямо говоря, в данном с тобой примере, чтобы я тебя раскрутил и чтобы в ответ я получил неблагодарность. Поэтому, Джамшет, я тебе скажу так, наши зрители чувствуют больше, чем я, наши зрители со стороны видят больше, чем я. И как они решат, так и будет. Если они захотят, чтобы я тебя продвигал, чтобы я тебе помогал в достижении целей, я тебе буду помогать. Дать тебе какую-то определенную сумму денег, 10 миллионов рублей, сказать, замшет, открывай бизнес, так-так-то, это неправильно. Тебя нужно поставить на верный путь, правильный вектор, чтобы ты сам работал и сам достигал своих целей. Я тебе в этом смогу помочь и тебя раскрутить. Только в том случае, если я получу обратную связь от своих зрителей, если мне скажут, асхаб, типа, так-так, Джамшет, видно, нормальный пацан, добрый пацан, полный газ. Только в таком случае я тебе в этом помогу. Я тоже не хочу вас, чтобы сказать, что пишите в комментариях, что я хороший человек, я просто хочу, пишите свои мнения, все. Да, ребят, не надо писать, помогайте Джамшету, пишите свои мнения. Мне очень важно, чтобы вы написали свое мнение, конкретно свое мнение, потому что Джамшет может играть сейчас роль хорошего парня. Если вы увидели искренность его в действии, искренность его в глазах, то напишите в комментариях, а если нет, то также прямо напишите. Но еще один момент, я не хочу, чтобы Джамшет работал в доставке, это очень сложная работа. И на этой работе можно потерять очень много здоровья. Я хочу, чтобы Джамшет здоровым, красивым, молодым вернулся в своей семье. Потому что работая на такой работе, буквально за 5 лет можно потерять здоровье. Я сегодня общался с хозяином склада, который продает электровелосипеды. Как я понял, у него огромный склад, большие обороты. И он тебя знает, ты его знаешь, что у него попал велосипед, твои друзья у него покупают. Он сказал, что тебя может взять на работу. У тебя будет хорошая зарплата, такая же зарплата, как и на доставке. Он будет тебе оплачивать общежитие, питание, так что он тебе предоставляет очень хорошие условия. Если ты хочешь, мы можем тебя установить на работу продавцом. Ты будешь продавать просто электровелосипеды в теплой комнате за ту же зарплату, которую ты зарабатываешь в Яндекс. И что это, доставка или что это у тебя там? Доставка. Доставка, да. Ну, я очень рад, ты значит договорились с ним? Да, я с ним договорился. Я завтра, прям завтра к ним еду, скажу, что я готов начинать работу. Меня отправят, они примут меня на работу? Да, они примут тебя на работу. Спасибо. Ты уже официально их работник, если ты согласен. Я согласен, почему бы не согласен, там же такие деньги получают, да? Да. 15 часов на такую погоду. Ты просто с утра до вечера будешь продавать велосипеды и все. Нормально? Круто. Все, договорились. Спасибо. Это первый этап, а дальше, как уже наши зрители решат, так и будет. Если не скажешь помогать, я буду помогать и продвигать тебя. Если нет, то нет. Все, ребят, вы были на канале Асхаб Тамаев. Этот ролик был, честно сказать, очень сложным. Мы снимали его почти что больше недели. Дайте обратную связь. Не нужно меня хвалить. Не нужно мне писать хороший комментарий. Просто дайте обратную связь, понравился ли вам ролик или нет. Напишите свое мнение, вот реально лично свое мнение. Мне это очень важно. Мне очень важно получать от вас настоящую критику, чтобы понимать, в каком направлении мне двигаться. Все, опять же, с вами был Асхаб Тамаев. Жамшет Орипов. Орипов, да. Прикиньте, я не знал фамилию Жамшет-то. Жамшет Орипов. До новых встреч. Пока. Арби-агрессор тоже с вами был. Арби-агрессор тоже. Не забывайте, если что. Да. Все. Я тебя не забуду, брат. Ты из-за меня вылез на багажник машины, я не забуду. Я ж не хотел, я первый раз. Все, спасибо тебе. Все, 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 все. Это не мой уровень. Пока. Понимаете, но все равно я старался для вас. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok